Так, друзья, доброе утро. Небольшой ролик утренний. Начнём с Орловского. Мне немножко смешно, что там люди некоторые пишут под видео с Орловским. Орловский что-то там был неправ, говорил про Газпром, что-то там ошибался, про ВТБ, что-то говорил ошибался. Хочу напомнить, дорогие друзья, что у нас только инфо-цыгане никогда не ошибаются. У них всегда всё, они всегда в закрытой группе всё говорили заранее, всё у них зашибись. А до реального трейдера, инвестора ошибки, это такая же часть работы, как и прибыльные сделки. Поэтому я бы на это внимание не акцентировал. Вот, хорошо, что мы видим динамику, кто-то ошибается, в чём не ошибается. Это очень положительный момент. Теперь пару слов хочу сказать по поводу вопросов. Вопросы читаю. Да, такие вопросы интересные мне сдают, которые связаны с финансовой грамотой, в чём простейшие вопросы, которые можно почерпнуть, например, на курсах брокеров. Что такое биржевой стакан, как квик настроить. Ну, это просто смехота. Вот, ну, есть серьёзные вопросы, на самом деле. Поэтому последние два месяца решил всё систематизировать. И если уж вопросы идут, лучше не вот так вот, а сделать какой-то цельный продукт, создать продукт обучения, как до того, чтобы люди понимали, как распоряжаться своими деньгами. И получали нормальные результаты на рынке. Поэтому до этого я решил взаимодействовать с людьми напрямую. И есть ссылочка, называется это «Лист ожиданий». Вот внизу вы можете заполнить под этим видео. Эта ссылочка вас ни к чему, собственно, не обязывает. Это «Лист ожиданий» на обучение. Теперь, как я вижу ситуацию с точки зрения инвестиций. Я вижу ситуацию достаточно хреново, что основной риск – это риск переучреждения. Ещё есть риск падения цен на нефть. Что такое переучреждение или смена собственников? Ну, вот ситуация с КЭС. Тоже такой риск, похожий на недружескую смену. Также интересная ситуация с Вайлдберрис. Очень интересная, в которой надо разбираться и разобираться. То есть вы засыпаете, и вам говорят, что есть такая гениальная предпринимательница Татьяна Бакальчук, девичество Ким, просто мозг, которая сделала настоящую империю Вайлдберрис. А просыпаетесь, и вам говорят, да нифига, это подставная фигура, а настоящий мозг – это муж. Настоящий мозг – это муж, и компанию угнали. Ну, напомню, что глава Чечни порекомендовал разобраться, то есть поручил разобраться с этим захватом рейдерской компании. Что там внутри, чего, к чему, почему менеджмент заменили, я вам сказать не могу. Но просто такие изменения происходят, и в текущей ситуации это нормально. Мы живём в такой ненормальной ситуации, что это нормально, что внезапно может оказаться чёрное, белое, белое, чёрное. Ну, от переучреждения, я считаю, спастись нельзя. Если вы вложили в акции деньги или в облигации, не факт, что переучреждение – это плохо, это просто какие-то большие изменения. Может быть, они принесут и прибыль вам. Но чтобы как-то вот минимизировать этот негативный эффект, чтобы спать спокойно, без валидольчика, моя тема – это осязаемые ценности, вы уже знаете, да? При том, что я не уверен, что если тупо покупать эти ценности осязаемые, это поможет. Ну, например, квартира в Москве. Вы покупаете квартиру где-нибудь в Одинцово, там, за 8 миллионов рублей, и думаете, что она вас спасёт, да, вот такой вот, от инфляции. Но я-то думаю, что будет всё сложнее, что такого разрыва дальше не будет между Москвой и регионами по заплатам, допустим, через 10 лет. Соответственно, желающих купить квартиру на 28 лет впрячутся в ипотеку, эти кандалы тоже не будет в таком количестве. И очень может быть, что это будет не самое выгодное вложение, квартира в районе Одинцово или в Красногорске. Мне так кажется. Вот. И по поводу осязаемых ценностей, про которые я часто топлю, тоже можно сильно ошибиться. Вспомним, дорогие друзья, СССР. Мой любимый пример, когда люди вкладывали в книги, в ковры, в чешский хрусталь, в сервиз ГДР, Мадонна. И всё это потеряло свою актуальность в 92-м году. Ещё в 91-м они вкладывали, думали, что богатые люди. А в 92-м всё... Вот. И не факт, что сейчас мы не ошибёмся. Вот. Я хочу дать небольшой пример. В 91-м году, в августе, уже стало понятно, что наступает Кирдык. Вот. У настоящего Кирдыка ещё было 4 месяца. Вот 4 месяца был такой временной лаг, чтобы что-то ещё можно было купить. Мой знакомый поехал в магазин Гидран, купил двухкассетную магнитолу. Даже не одну, а две. Причём не какую-то там японскую, а какую-то непонятную фирму. Ну, может, Интернешнл, я не помню, какой фирмы. И он купил эти две магнитолы. Это такие большие деньги к тому моменту. Он положил их под кровать и думал, что деньги свои он спас. Ну, такие были мозги. Так в тот момент же казалось, что магнитол из деньги спасёт. Двукассетная. Вот. А через год было полно магнитол в магазинах. И не какие-то там Интернешнл, а Сони, Панасоник. И, насколько я знаю, до сих пор эти две магнитолы где-то у него в чулане или под кроватью лежат. Вот. Поэтому ошибаемся мы все. Угадать очень сложно. Может быть, это будут камушки, может быть, золото, может быть, крипта. Приходится вот так вот. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. И не претендовать, что ты сделаешь такой мощный удар по золоту, и именно золото тебя защитит. Ну, с большей вероятностью она защитит-защитит. Но всякое может быть. По поводу индекса Московской биржи. Я поставил на боковую динамику, вы знаете. Действительно, реальная боковая динамика сейчас идёт. Я вот не считаю рынок акций сейчас сильным. Вот. Почему? Вот потому, что есть сопротивление 2950-2960, которые быки никак не могут преодолеть. Есть снижающийся тренд на 3030, который быки не могут преодолеть. Вы представляете, что акции проиграли соревнования с облигациями. Это общее место. Но вчера мне от МКБ банка пришла смс-очка. Доходность 21% годовых на 3 года. Ну, как вы думаете? Я не знаю. Может, это какая-то промо-акция. Я не вдавался пока. Но всё равно, какие доходности бешеные. Где на фоне этих доходных, дивидендных доходностей? Вообще, где-то там внизу, да? Вот. И тут ещё непонятно. Заплатят, не заплатят. Вот. Что с точки зрения геополитики? Тоже всё очень интересно. Я бы сейчас плечи не держал в любую сторону. Напомню, что время от времени открываются какие-то окна возможностей, как вспышки, флешки, флешки, да, для того, чтобы была ситуация урегулирована дипломатическим путём. Ну, последнее окно возможностей было в начале прошлого года. Я об этом говорил. Говорил, что не удивлюсь, если в феврале уже всё закончится. Оказалось, что да, я правильно это всё говорил, потому что в апреле, оказывается, и мы узнаём всё постфактом, были переговоры секретные в Турции, которые ничем не закончились. Сейчас такая ситуация. То есть вчерашний обмен осуждёнными между Россией, США, Белоруссией, Словенией, Германией показал, что там какие-то идут движения, про которые мы вообще ничего не понимаем и не знаем, да? Есть окно возможностей до регулирования. Почему? Потому что Трамп и его козырь понятны. Значит, он хочет урегулировать за один день всё. Все конфликты, которые есть в мире, за один день урегулировать. Естественно, демократам это крайне невыгодно, и они такой козырь ему не дадут. Поэтому одновременно и демократы хотят получить очки, как миротворцы с лавровыми листочками на голове, и республиканцы. Поэтому, понимаете, сейчас это зашебуршание такие пошли со всех сторон. И со стороны Венгрии, Китай там говорят, что ещё до сих пор не успели. Ситуация не созрела до переговоров. На самом деле все что-то двигаются в эту сторону. Кто чего там вырулит, не знаю. Я лично акции покупать не буду на опережение. Вот проснёмся утренком, что-то нам скажут, и я думаю, акции вырастут процентов на 3, но покупать их будет ещё не поздно, и можно будет покупать, если реально будет какой-то договор мирный. Поэтому я не считаю, что поздно будет купить в этот момент. Какие акции я сейчас покупаю? Меня тут закаливали, но это моя точка зрения. Я ни на что не претендую. Пока средняя хорошая. Ну, акций мало, честно говоря. Но средняя хорошая. Мне интересен Сбербанк. Мне интересны акции Московской биржи, как и прежде. Как и прежде. Мне интересны акции Позитива. По-моему, до меня они дороги сейчас. Мне интересны акции Астра. На панике я покупаю Астру. Мне интересны акции Европлана. Интересны акции Новотека. Правда, многое я не готов его убрать. И Совкомбанка мне интересны акции. То есть, если будет какой-то новый обвал, то мне примерно... Эта боковая динамика дана нам до того, чтобы мы пока определяли интересные активы. Сидели, анализировали, смотрели статистику, которая выходит, ну, например, по ЮГК. Там вчера вышла отчетность. И делали до себя выводы. Вот, пока мы были в боковом коридоре, я сделал до себя выводы, что эти акции мне интересны. На этом все. Ставьте лайки, если вам понравилось мое небольшое утреннее видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!